Вознесенский женский монастырь в Тамбове отмечает 30-летие с начала своего возрождения. О том, как живет обитель сегодня, расскажет Сергей Нишуков. Радуйся, добрая наставница непорочного детства! Духовенство и прихожане Скорбящинского храма Вознесенского женского монастыря читают Акафист Богородицы у Вышинской иконы Божьей Матери, недавно прибывшей в Тамбов из Рязанской митрополии. Бесценные святыни пробуют у нас до 8 июля. Впрочем, исторические иконы – это Тамбовская. Вышинская обитель, где пребывает икона постоянно, когда-то входила в Тамбовскую губернию. В монастыре есть и свои реликвии. Здесь почивают мощи преподобной Марфы Тамбовской, основавшей Кирсановский Тихий Новогородицкий женский монастырь и золотошвейные мастерские. Шедевры, производимые в них, не раз получали гран-при на всемирных выставках в Лондоне и Париже. Марфа Тамбовская была тайной монахиней и для смирения плоти носила на теле железной вереги. Это особый подвиг, когда носит вереги, это особый молитвенный подвиг. И был замок, который закрывал вереги, и видите крест, который хранился у нее. Вознесенский женский монастырь основал свидетель Петерин Тамбовский в 1690 году. Во все времена его задачей было служение Богу и людям. Монастырь давал пищу и кровь паломникам, обитель была и школой жизни. Бедные семьи отдавали сюда на воспитание девочек. Для того, чтобы выйти замуж, приданные, их часто отдавали в монастырь, где их учили элементарным профессиям. И быть швеей, и уметь убирать, и уметь готовить. Иногда даже и садоводство, потому что в монастырях это очень было развито. В начале 20 века обитель процветала. Богатела за счет сельского хозяйства, золотого шитья и других ремесел. В 1918 году Вознесенский монастырь закрыли. Молитва прекратилась здесь на 70 лет. Ровно 30 лет тому назад, в июне 1988 года, в стране еще при советской власти широко отмечалось тысячелетие крещения Руси. Это большое историческое событие позволило вернуть в лоно церкви Вознесенский женский монастырь в Тамбове. Тогда же началось обустройство обители. Мощи Марфы Тамбовской извлекли из-под спуда и прославили ее в лики преподобных. В 2014 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл осветил Вознесенский храм монастыря. В ходе его строительства обнаружили склеп монахини Меропии. Он находится за этой дверью, с которой связано прославление Вышинской иконы Божией Матери. Молитва в монастыре в наши дни возносится и днем, и ночью. Сергей Нишуков, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей.